Новости на телеканале Видное ТВ. Я, Татьяна Брылова, приветствую всех, кто сейчас с нами. Вначале коротко о главном. Курсы финансовой грамотности для старшего поколения организовала Общественная палата района. А пин-код от карточки? Пин-код от карточки у жены. Рейд «Нетрезвый водитель» провели сотрудники госавтоинспекции. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей. Красоту и грацию показали юные участницы районного первенства по художественной гимнастике. Мне больше художественной гимнастики нравится то, что там ты тренируешься каждый день, и это очень радует человека. С техническим прогрессом жизнь меняется быстро. То, что было актуально вчера, сегодня уже может считаться пережитком прошлого. Системы автоматизируются, материальное становится виртуальным. Как, например, деньги. И с возрастом человеку сложнее адаптироваться в современных реалиях. Этим часто пользуются разного рода мошенники. Общественная палата Ленинского района задалась целью оградить старшие поколения от их посягательств. И провела совместно со специалистами Центробанка курсы по финансовой грамотности. Нет, карточка у меня... Не показывайте. Нет, я покажу. Ну хорошо. А пин-код от карточки? Пин-код от карточки у жены. Прекрасно. Если я хочу карточку воспользоваться, я ей звоню и спрашиваю, какой же у меня пин-код. В стенах этого учебного класса поговорят и о пин-кодах, и еще о массе других вещей, так необходимых в современном мире. Без наличных расчетов. Учителя – самые компетентные эксперты главного банка нашей страны. В рамках нашего курса прививаем финансовую культуру о том, как можно воспользоваться финансовыми услугами, используя цифровые технологии. Как можно будет получить финансовые товары, опять же, как не стать жертвами мошенников, как можно защитить себя и свою семью. Всего курс состоит из четырех занятий. На уроке «Экономия для жизни» ученикам расскажут, как правильно сберегать средства, получать дополнительный пассивный доход и вести учет своих трат. Занятие под названием «Банковские услуги» будет посвящено критериям выбора банка, теме кредитов и займов. Еще один урок отводится для ознакомления с онлайн-банкингом и оплатой услуг через интернет. Также ученики старшего поколения научатся распознавать мошенников и финансовые пирамиды. В конце любого обучения полагается награда в виде диплома. Эти курсы тоже не станут исключением. По их итогам, те, кто присутствуют на этих занятиях, получают некие сертификаты. Они, конечно, ничего никому не обязывают, но, тем не менее, это как бы некие документы людей о том, что они вот такой курс, краткий курс финансовой грамотности прошли. Но если были занятия, есть своего рода диплом, значит, должен быть и выпускной. И поскольку учащиеся подопечные Центра социального обслуживания «Вера», то он будет обязательно. А мы знаем, какие вечеринки они умеют закатывать. Нетрезвые водители представляют огромную опасность на дорогах. А для того, чтобы уменьшить число аварий с участием людей, находящихся в алкогольном или наркотическом состоянии, ежемесячно сотрудники ГИБДД Ленинского района в рамках профилактического рейда «Нетрезвый водитель» проводят массовую проверку автомобилистов. На протяжении недели инспекторы перемещались из одной точки района в другую, останавливая практически все проезжающие машины. Большинство граждан, как, например, Олег Луговой, с пониманием отнеслись к такому рейду. У меня не было таких нарушений, потому что я не пью. И на такие рейды я смотрю с одобрением, потому что ездить за рулем пьяным – это очень серьезное преступление, я считаю. Но несколько правонарушителей выявить все-таки удалось. А свидетельство на состоянии алкогольного опьянения на месте будете проходить? Нет, не буду. Медицинское свидетельство на состоянии опьянения к врачу поедем? Нет. Теперь пойманные водители, оказавшиеся в состоянии опьянения или отказавшиеся от медицинского освидетельствования, понесут предусмотренную административную ответственность. За это предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и также лишение водительского права на право управления средством от 18 месяцев до 24 месяцев. Если у нас будет повторено такое же нарушение, либо пока человек уже лишенный находится, либо в течение года после лишения идет уголовная ответственность по статье 264, прим. 1. К сожалению, даже с ужесточением наказания статистика показывает, нетрезвых водителей на дорогах меньше не становится. Сотрудники ГИБДД призывают граждан не оставаться равнодушными к проблеме и своевременно сообщать о подобных случаях. Они уверены, что только общими усилиями возможно снизить количество ДТП, в которых виноват нетрезвый водитель. Расторговская библиотека уже несколько лет организует у себя выставки творений талантливых жителей. С начала этого года посетители могли любоваться работами Татьяны Коваленко – самобытного мастера по изготовлению украшений из бисера и бусин. Съемочная группа нашего телеканала оценила экспозицию, поговорила с мастерицей о творческих планах, предстоящих мастер-классах и о том, сложно ли создавать такие ювелирные хитросплетения. Расторговская библиотека вот уже несколько лет радует посетителей интересными экспозициями. Причем в качестве авторов чаще всего выступают местные жители. Наша библиотека в течение уже нескольких лет ведет проект, который мы так условно назвали «Добрых рук мастерство». Это проект по выявлению творческих читателей, которые чем-то заинтересованы, какими-то рукоделиями. Мы их выявляем, общаясь с посетителями библиотеки и предоставляем им площадку. В начале года в библиотеке открылась персональная выставка работ Татьяны Коваленко – талантливого мастера по изготовлению украшений из бисера и бусин. Здесь есть разнообразные колье, браслеты, галстуки, зажимы для платков и уникальные украшения в этническом стиле. В экспозиции особо выделяется украшение под названием гердан – длинная лента из бисера, концы которой заканчиваются медальоном. Такие украшения были распространены во многих странах и культурах, в том числе и на Руси. Это плетение на дебеле. На дебеле пришло к нам из Африки, от африканского племени одноименного. И вот это плетение позволяет использовать достаточно неровный бисер. Интерес к бисероплетению у Татьяны Коваленко, как и у многих, возник в средней школе, когда модными были браслеты-фенечки. Сначала плела для себя, потом для подруг и знакомых. С окончанием школы угас интерес к бисеру. И только после рождения детей в декрете Татьяна снова вспомнила про давнее увлечение. Сейчас она не только делает сложные украшения на заказ, но и активно участвует в конкурсах и выставках, а также делится своим мастерством и с другими. Я сейчас участвую как преподаватель, куратор и администратор большого интернет-проекта «Бисерный ликбез». И с этим проектом мы заняли призовые места в формуле рукоделия. Это большая-большая рукодельная выставка. Татьяна работает в самых разных техниках. Для сложных изделий сначала, как правило, рисует эскиз, затем по нему создается схема, а дальше главное – запастись терпением. Новичкам советуют начинать с наиболее простых техник, например, с мозаики. Как уверяет сама мастерица, научиться плести из бисера может каждый. Достаточно просто приобрести бисер, нитки и запастись терпением. Впрочем, создавать такие шедевры под силу не каждому. Бисер, советует Татьяна, лучше покупать чешский или японский, а вот китайский лучше не брать. Он самый неровный. Бисерины значительно отличаются по размеру. Для работы она использует тонкие иглы и специальные нитки для плетения, которые можно заменить на капроновые нитки или даже рыболовный шнур. У мастериц по бисероплетению инструментов достаточно много. Помимо иголок, это круглогубцы для работы с крепежом. А еще нужны пассатижи, кусачки и специальные ножницы. Может пригодиться даже клей. Словом, нюансов много. Так что, если вы давно мечтали заняться бисероплетением, приходите в Расторгуевскую библиотеку. Здесь в ближайшее время Татьяна Коваленко планирует провести серию мастер-классов. А если будут желающие – организовать занятия на постоянной основе. Екатерина Борисова, Егор Хлябьев, Сергей Ларин, ВИДНЭТВ. Помимо спортивной составляющей, художественная гимнастика сочетает в себе красоту и грацию. Дети в этом виде спорта получают гармоничное физическое и эстетическое развитие. В Ленинском районе прошли открытые соревнования на первенство муниципалитета. Подробнее расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Во второй школе города Видное состоялось открытое первенство Ленинского района по художественной гимнастике. Соревнования вызвали большой ажиотаж у участников. Помимо юных спортсменок из Ленинского района, воспитанниц школы Олимпийского резерва «Олимп», на турнир приехали девочки из других городов. Всего более 150 человек, разделенных на возрастные группы от 5 до 11 лет. «Команда «Химки», «Две Москвы», «Апрелевка», «Вологда», «Павло Посад», «Мы», «Домодедово». И больше мы не можем пока поместить. Даже новый большой спортивный зал школы не смог бы вместить всех желающих. Художественная гимнастика – самый женственный и изящный вид спорта. В нашем муниципалитете с каждым годом он набирает все большую популярность. Юная видновчанка Даша Баклыгина подготовила для соревнований номер «Кузнечик». Все девочки серьезно готовились к соревнованиям и, несмотря на возраст, подошли к делу со всей ответственностью. Тренировки у нас каждый день. То есть с понедельника по пятницу ежедневно у нас тренировки. Гости из других городов отмечали высокий уровень организации турнира, а многие мамы признавались, что сами в детстве мечтали стать гимнастками. Теперь по этому пути идут их дети. Захотелось так. Захотелось, скорее всего, воплотить свои, наверное, мечты. По итогам состязаний спортсменки из Ленинского района заняли 8 первых, 12 вторых и 10 третьих мест. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Елена Кошелева, Видное ТВ. И о погоде. Дожди и тепло торопят подмосковную весну. В середине недели столичный регион пересечет холодный атмосферный фронт. Западным ветром придет более прохладный воздух. При облачной погоде с прояснениями ночью подморозит до минус 2 градусов. Днем распогодится. Существенных осадков не ожидается. Температура составит 3-6 градусов тепла. И это все новости на сегодня. Увидимся завтра в это же время. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова